Вы слушаете канал жааш.клаб, глава 68. Обряд. Лиза пришла в бывшую каюту Венера в условленное время, ближе к ночи. Тихонько постучала. Дверь немного приоткрылась, заходи быстрее. По всему помещению были расставлены свечи и дымящиеся пучки трав, чувствовался приторный мускусный запах. Корделия Блэк была одета в белый балахон, на голове цветастая чалма. Через все лицо на уровне глаз нарисована жирная черная полоса, как у спецназовца. Посередине каюты на подставке стоял портрет Лизиной прабабушки, перед ним разложены предметы из серебряной шкатулки. Лиза поежилась, по спине пробежали мурашки. Как бы она ни хорохорилась, обстановка выглядела зловеще и пугала ее. Фоном шла монотонная навязчивая музыка, как и предупреждала Дея. Как же эта гордая красавица была ей сейчас нужна. Но, она четко сказала, что ее присутствие помешает выманить Ландау. Девушка ей поверила. Перед выходом Дея накачала ее абсорбентами и дала кольцо с шипом. Чувствуешь, что отключаешься, жажми с силой руку. Дадут что-нибудь выпить, глотни и тут же выплюнь. Типа тебя тошнит. Остатки всасет абсорбент. Не оглядывайся ни на дверь, ни на балкон. Помни. Мы тебя не бросим. Корделия взяла Лизу за руку и подвела к портрету, смотри на нее. Смотри, через твою прабабку пришло зло в твою жизнь. Надо тебя очистить. Потом она вставила в уши испуганной девушки беспроводные наушники. Все как говорила темноокая. В наушниках звучали барабаны и речитатив на непонятном языке. У Лизы сразу начала кружиться голова, она сжала руку, шип сильно кольнул ее, но в голове прояснилось. Сама Корделия кружилась со свечой в каком-то диком танце, бубнила что-то неразборчиво. Потом резко остановилась, упала на колени и поманила к себе Лизу. Девушка осторожно подошла и опустилась рядом. Внучка колдуна посмотрела на нее безумными глазами, вытянула руки и плашмя рухнула наполовину. Затем резко поднялась, затряслась и начала совершать круговые движения. Лизе показалось, что она почувствовала трупный запах «звездочка-звездочка-звездочка». В это время в люксе грохотала современная цыганская музыка, стол был уставлен спиртным. Диа со своими кузенами танцевали, со всем темпераментом, от души, забывая обо всем. Они не заметили, как открылась дверь и в нее вошли агенты Интерпола. Так, так, смотри-ка, как клан Латце оплакивает свою сестру. Диа остановилась. Тагар убавил музыку. Диа подошла к агентам и сказала «пошли вон отсюда, уроды». Быстро, оскорбление агентов Интерпола чревато неприятностями. Я сказала «пошли вон отсюда, иначе я вам сама устрою неприятности». Один из агентов выхватил пистолет и направил его на Дею. Она спокойно смотрела на него, глаза ее полыхнули синим, у агента затряслись руки, он чуть не выронил пистолет. Тут же Тагар вышиб у него ногой пистолет и провел мощный правый апперкот в челюсть. Второй Интерполовец даже не успел достать свое оружие. Златан выхватил у него из-за пояса пистолеты и велел вести себя тихо. Тагар вынул обоймы из обоих пистолетов и положил в карман. На отправившегося в нокаут Златан вылил воду со льдом. Когда тот начал приходить в себя, Диа спокойно сказала «а, теперь поговорим спокойно, придурки. Без нервов и пистолетов». Интерполовцы мрачно смотрели на нее из-под лобья. «Я знаю, что вы ищете банду отморозков, которые похищали и убивали женщин. Их след привел вас на корабль, но кто это вы понять так и не можете. Откуда у вас засекреченная информация?» Дельфины нашептали. «Вы, убогие, действуете грубо и неаккуратно. Сами себя рассекретили. Хреновые из вас Джеймсы Бонды. Мы повязали опасного преступника, возможно спасли жизнь многим людям от этого отморозка. Вы повязали? Может вам его на блюдечке принесли уже сильно завязанным? А, на камерах видно, как, героически, вы его, задерживали. Потом вы упустили банду пепина. Это вы их порешили, сто процентов, нет, не мы. Мы их вообще не видели. Они сбежали из-под вашего носа, и возможно в данный момент угрожают жизни простых обывателей. Нам шепнули, что люди, стилета, утопили их. Правда? А шептуны не предоставили никаких доказательств? Потом жены и дети марсельцев, как они оказались дома? Не знаю. Плохо ли? ЧТ. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб.